Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова Карина Захарова. Сегодня мы поговорим о трёх благословениях, которые вы получите через 30 дней. Вот такая тема у нас сегодня. Я почувствовала, что именно так произойдёт, значит, так и будет. И я знаю, что энергии сейчас собрались именно в астрологическом смысле для того, чтобы как раз такие люди могли получать благословения. Но это происходит не сразу, а примерно через 30 дней после того, как вы смотрите это видео. То есть важно, когда записано это видео. Сегодня энергетический такой день, когда нужно записать это видео. Когда вы посмотрите это вообще только для вас, то есть вам по судьбе оно придёт, тогда придёт, когда и нужно. И через 30 дней после просмотра вы получили три благословения. Давайте посмотрим, какие это будут благословения. Я взяла Таро-Ведьм для этого. Очень такая хорошая колода. Вот. И значит, у нас такие крупные карты, как вы помните. Единственное, в прошлый раз вы на русском видели, да, эту колоду у меня. Но сейчас у меня другая. Вот. И так, значит, перемешиваем карты. Перемешиваем карты. И у нас будет три позиции. Первая карта покажет, в каком аркане вы сейчас находитесь, в какой карте у вас события жизни происходят. А дальше мы смотрим, вот какие три благословения вы получите через 30 дней после просмотра. И так, у нас тут, значит, я актеров взяла, разных или певцов. В общем, для обозначения позиций. Я не очень хорошо их знаю, но мне кажется, вот это Брюс Виллис. Да, Брюс Виллис. Дальше, наверное, Антонио Бандерас, да. И Брэд Питт, да. Все правильно. Так, хорошо. Вот у нас три позиции, будет три карты. Вот так. Итак, давайте выбирайте там актера, который вам нравится, или, может быть, это не актеры, но, в общем, какие-то знаменитости. И мы с вами погадаем, вот какие три благословения, в каждой позиции три благословения будут, вы получите через 30 дней после просмотра. Итак, значит, вот первая карта – это вы, да. Это вы сегодня, вы сейчас, вот в каком аркане вы находитесь и живете, да. Итак, первая, вторая, третья позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции, остальные я убираю в сторону. Так, оставляю пока Брюса Виллиса, да. Так, Брюса Виллиса оставляю, остальных убираю. Так, значит, вот. Итак, первая карта – это вы сегодня, в каком аркане вы находитесь. Ну, вы у нас богиня воды. Это такая потрясающая карта. Она показывает зарождение, да. Вот вообще тут мы видим беременность, конечно, богиня, беременная богиня, да. То есть это не говорит о том, что вы там беременный мужчина или беременная бабушка. Нет, это просто говорит о том, что вот у вас что-то зарождается очень важное в вашей жизни, да. То есть мы видим, что очень много энергии воды. Это энергия, ну, так скажем, человека, который может считывать другие мысли и эмоции у других людей, да, мысли и эмоции. Энергофон, то есть у вас есть экстрасенсорная способность, очень сильная. И также у вас есть эмпатия, вот. Вы чувствуете боль в других, страдания других. Можете ощущать, если у других нет совершенной энергии. Но сейчас вы в жизни явно на подъеме сами по себе. У вас могут зарождаться очень такие яркие, новые продуктивные идеи в жизни. Вот. Конечно, многие, кто выбрал эту позицию, могут действительно носить, так скажем, внутри себя дитя. Это тоже, ну, нормально, да. Но чаще всего именно что-то зарождается, вот как новая деятельность, новая жизнь, новая эра в жизни, да, этап. Но новые отношения, может быть, вот так вот. И вы понимаете, что вы как будто расцветаете сейчас в жизни, неважно, мужчина вы или женщина, вы как-то расцветаете. У вас появляется свежая энергия, приток энергии, что ли. Вы можете её аккумулировать, эту энергию, как донор, да. И именно поэтому вот эта карта, она очень такая хорошая, светлая, она показывает, что вы сейчас в расцвете жизни живёте, и у вас всё как бы, ну, энергетически нормально. Вот. И даже, я бы сказала, вот как энергетически вы исцеляетесь, скорее всего. То есть у вас идёт улучшение жизни. Может быть, вы этого ещё не чувствуете, но зато вы чувствуете эмоции вообще всех людей, которые даже проходят мимо, да. И с этим тоже нужно научиться как-то справляться. Вообще вы природный маг или природная ведьма, скорее всего. Но больше связаны с водой. То есть вы можете намаливать на воду, и человек может исцеляться, или вы сами можете исцеляться. Ещё вы очень сильно связаны с луной. Тем более, что у нас тут есть краб, рак, да. То есть это знак зодиаком. Может быть, вы даже связаны с человеком, с таким знаком зодиаком. Хорошо. Какие три благословения придут к вам через 30 дней? Давайте смотреть. Значит, три карты, три благословения, да. Так, ну смотрите. Вот первая карта у нас — это ведьма земли, да. Эта карта показывает очень сильный дух медведя. Она говорит о том, что если у вас есть дух медведя, то вы под надёжной защитой. И первое благословение — это совершенно точно. Вам даётся защита свыше, такая очень мощная защита, или защитник. Дух медведя, он может проявляться в человеке. Это может быть для женщины, допустим, мужчина-медведь, а для мужчины — женщина-медведица. Вообще, когда появляется медведь в картах Таро, когда он появляется в оракулах, человеку идёт знак, знак высшего благословения на самом деле. И если вам выпал медведь, в каком бы то ни было обличье, всегда знайте, что это высшие силы, говорят, вам посылается кто-то или что-то, для того, чтобы вы обрели невиданную силу. Плюс, так как мы видим, что это ведьма, то, скорее всего, духи ведьм в роду встают на вашу защиту и дают вам свои способности, свои благословения именно в виде способностей. и самое интересное, что вы начнёте обретать смысл. Вот какой-то смысл может быть в тех ситуациях, что у вас создаются в жизни, смысл сейчас в вашем существовании, то есть вы определитесь с вашими целями, с вашими задачами в жизни. Это очень-очень важно. И вы будете знать, что у вас есть сила для того, чтобы двигаться вперёд, потому что многие люди, допустим, считают, что у них не хватает столько энергии или столько упорства, чтобы продвигаться вперёд в каком-то деле, но вы именно можете продвигаться вперёд. Вот, допустим, это может быть благословением и защита вашего бизнеса, то есть благословение заниматься бизнесом и защита вашего бизнеса, потому что тут энергия земли, а это материальная энергия, то есть вас защищают и благословляют. Для чего? Не только для раскрытия способностей, ещё и для привлечения энергии изобилия именно в виде денег в вашу жизнь. Это очень-очень важно. То есть через 30 дней вы прямо почувствуете прилив земной энергии и поймёте, что, да, вас защищает дух медведя или медведицы, и поймёте, что вы можете больше, то есть больше зарабатывать, больше привлекать энергии именно денежной в свою жизнь. И вот дальше, смотрите, у вас прям восьмёрка воздуха. Такая тоже очень интересная карта в этой колоде, да, тут совсем другие карты, тут нет привязки к райдеруэйту. И эта карта, она показывает ясность, вот реально просто ясность. Вот вы обретаете благословение в виде ясности, через 30 дней какая-то тайна откроется, какая-то информация или придёт информация или новость от кого-то, от кого вы ждали. Мы видим здесь полёт птицы, это может быть благословение на дорогу, на переезд, но чаще всего это благословение получить весть издалека, весть от человека, который находится где-то далеко, да, и также, ну, может быть, раскрыть тайны какого-то человека или какого-то дела, что для вас важно. Вообще, карта показывает именно искренность, вот. А мы здесь видим, ну, как ни крути, женщину в виде ведьмы, мужчину в виде ремесленника, да, и вот эту восьмёрку ясности воздуха. То есть, мы понимаем, что искренность появляется между мужчиной и женщиной, конечно, всё-таки мужская и женская энергия здесь. И вы получаете благословение раскрыть, видимо, души друг к другу, да, между вот двумя людьми должны открыться души, и появится вот эта искренность, и появится ясность, вот. Ну, и, конечно, сама по себе эта карта, она показывает, что нужно чётко объяснять всё, да, и говорить открыто, то есть, это важно. То есть, устраивать сюрпризы можно другим людям, но только приятные. Неприятные сюрпризы устраивать не стоит. То есть, вот поймите, что лучше сказать, как есть, особенно нелицеприятные вещи. Это поможет вам в жизни гораздо больше. Ну, и сама по себе, конечно, эта карта, она показывает, что вам нужна информация. Вам нужна информация издалека или откуда-то, да, вот от кого-то важного, и вы должны всё равно узнать эту тайну. То есть, вас благословляют высшие силы на то, чтобы вы узнали секрет вот этот, раскрыли какой-то важный секрет. Иногда карта может показывать, что вы раскрываете секрет, как добывать деньги в определённые отрасли. Ну, то есть, если вас беспокоит бизнес, работа, соцсети или ещё, ну, где вы зарабатываете, да, восьмёрка воздуха может показывать, что вы взлетаете на высоту птичьего полёта над вашей проблемой и начинаете видеть, а как здесь зарабатывать всё-таки, да, то есть, перед вами приоткрывается завеса тайны, по поводу того, как здесь заработать, как привлечь, опять же, энергию изобилия в свою жизнь. И вот дальше мы видим карту ремесленник земли. Такая очень интересная карта с духом земли. Вот смотрите, прямо тут как будто дух, да, такой изображён, состоящий там из листьев, из веток, из ягод, да. Такая очень крутая карта ещё с черепом. Она показывает, что вас благословляют на творчество и на работу, и на то, чтобы быть плодородными, обрести жизненную силу и зелёную магию. И, конечно, вас благословляют быть радостными. То есть, вы получаете именно благословение от духов земли и вообще от высших сил на то, чтобы научиться в жизни радоваться, быть счастливыми, но именно от какой-то деятельности, может быть, от какого-то творчества. Иногда даже человек действительно начинает заниматься по этой карте зелёной магией. То есть, это магия растений, деревьев, камней, природная магия. И это очень важно, потому что многие люди сейчас занимаются магией, эзотерика является их профессиональной деятельностью. Может быть, это тоже ваша профессиональная деятельность, может, вы какие-то природные поделки изготавливаете, это тоже магия, и всякие амулеты. То есть, вот эта вот карта, она такая, то есть, вас благословляют, может быть, на какое-то творчество, на какую-то деятельность, но это связано каким-то образом с природой. Поэтому очень крутые карты здесь выпали. Ну и мы видим здесь, что объединение мужчины и женщины, между ними честность, между ними ясность. Это тоже, я думаю, что в ваших личных отношениях это очень важно. Ну вот такая вот у нас первая позиция. Итак, а мы идём с вами дальше. Следующий, значит, Антонио Бандерас. Вот. И, значит, первая карта это вы сегодня. Ну, это вообще, это вот, вы знаете, эта карта, она показывает, что, может быть, вы сейчас и в каком-то смысле одиночка, но всё-таки вы сливаетесь с этим миром и любите этот мир, да? То есть, в этом смысл. Карта буквально показывает ваше возрождение, но возрождение в каком, да, в плане? Вот человек, он когда один, ему иногда плохо, так, знаете, на душу, это тоскливо, ему кажется, что вот он проходит уроки и всё такое, но в какой-то момент щёлкает. И человек сливается с окружающим миром, понимает, что он не просто вот не один, он не один, он слит со Вселенной, и у него энергоканалы связи со всеми людьми и со всеми природными объектами, и камнями, и воздухом, и всем-всем-всем на Земле, да, и также связь с космосом, то есть он начинает осознавать, насколько он действительно не один, да, насколько он действительно связан со всем миром. И, соответственно, он становится очень счастливым. Вот у вас как прозрение какое-то наступает, вот сейчас такой период жизни, да, что наступает момент прозрения, и вы начинаете понимать, что вы возрождаете сейчас, то есть вы живёте в моменте возрождения. Многие считают, вот, допустим, карту отшельника, девятый аркан, каким-то вот, типа, вот, одиночка, там, бредёт, да, но здесь мы видим другую вообще сторону этого аркана, именно почему написано возрождение, да, потому что человек через духовный рост, он и правда возрождается, он начинает осознавать, что он может, он свободен, он может общаться с кем он хочет, он может делать, что он хочет, потому что раньше он этого как будто бы не знал, вот, и, соответственно, да, вы можете выстраивать отношения, всё, вы просто себе должны были разрешить, поэтому карта вот такая, вот, вы что-то поняли, да, ну, вот как будто бы она показывает, вы недавно что-то поняли, вы недавно что-то осознали, и вы почувствовали полную свободу, и, наоборот, почувствовали вот прилив сил, да, и именно ощущение вот этого исцеления и возрождения в своей жизни. Если вы ощущаете прилив энергии, прилив радости, какое-то внутреннее спокойствие, душевную гармонию, то это карта ваша, если нет, вам в другую позицию просто нужно. Здесь, да, человек может быть вполне одиночкой, но он чувствует единство со всеми, и у него тотем ворона, как вы видите, чёрного ворона, то есть, это ведьминский тотем. Вообще, чёрные вороны часто живут не стаями, а поодиночке, и ничего страшного в этом не видят, да? Хорошо, какие три благословения вы получите через 30 дней? Так, тут у нас пятёрочка воды. Обращаю внимание, что это вовсе не по райдеруэйту колода, да? Девятка огня. Как вы видите, совершенно не похоже на райдеруэйта. И шестёрка воды. Интересные карты, какие у вас выпали. У вас тоже прям потрясающе выпали благословения, если честно. И вот смотрите, мы видим здесь значит медведицу, да? Вообще тут экологическая катастрофа показана на первой карте. Мы видим медведицу, которая стоит на тающей льдине рядом с медвежатами. Если льдина дальше будет таять, то они все плюхнутся в воду. И, конечно, это карта взаимозависимости всего окружающего мира и человека, да? То есть она показывает, что мы зависим от них, они зависят от нас, и вообще это не стоит разделять. И то же самое у вас может происходить в жизни. То есть как от вас зависит какой-то человек или какие-то люди, и также вы зависите от них. И иначе быть не может. То есть без них вы не существуете нормально, они не существуют без вас. И, конечно, идёт благословение именно объединиться с кем-то. То есть именно благословение понять с обеих сторон, что вы нужны друг другу. Так же, как в природе люди должны понять, что они с животными и со всем окружающим миром, с экологией нужны друг другу. То же самое вы должны понять вот именно на этом же уровне, что вы с кем-то, с каким-то человеком или с людьми нужны друг другу, особенно с человеком. Скорее всего, дело касается, раз это вода, взаимоотношений. То есть у вас идёт благословение на хорошее взаимоотношение, но после прохождения каких-то уроков, очень мощных уроков кармических и когда, возможно, уже было всё испорчено. Но вы вполне можете это возродить. И карты говорят, что у вас появится такой шанс возродить и очистить своё сердце через 30 дней. И даже, если вы, допустим, сейчас во взаимоотношениях вы много могли друг другу в жизни наговорить, много чего испортить внутри или там с близкими вообще. И вот это всё у вас появится шанс исправить. Хотя казалось, может быть, что это уже и неисправимо. Вообще, что-то исправить неисправимо, то, что казалось неисправимым. Вот так. С кем-то примириться, с кем вы не имели возможности даже, может быть, поговорить. Или имели возможность поговорить, не могли поговорить по душам. Вот так. То есть первая карта показывает восстановление, возрождение каких-то взаимоотношений. Вот. Ну и также, конечно, вас благословляют на какую-то очень хорошую такую деятельность, которая действительно улучшает землю, да, или улучшает там окружающий мир. Это тоже важно, я считаю. Может быть, вы с этим связаны. Может быть. Следующая карта у нас вообще потрясающая, просто. Эта карта здесь, вот в этой колоде девятка огня, но мы видим здесь прям плоды. Вот прям много плодов. И яблоки тут, значит, и боярышник, и рябина, и шиповник, и ежевика, то есть дары осени, как вы видите. И очень много изобилия этих даров. И это очень красивая карта, очень красивая. И она показывает, что через 30 дней вас благословляют на энергию изобилия, и именно процветание. Вам идёт прям как будто богоявление какое-то. То есть возможно Всевышний решил явиться перед вами и дать вам всё, что вы хотите, исполнить ваши мечты. Но особенно это касается какого-то изобилия, может быть, денег или хорошего жилья. Но именно то, что вы просили для себя и то, что вы хотели для себя. Карта также может показывать физическое исцеление, потому что всё-таки она именно говорит о том, что идёт обновление и получение даров в жизни, так скажем, плодов своего труда или вообще итогов. И, соответственно, вы о чём-то просили, вы о чём-то молили, и это может быть даже исцеление. Ну, или исцеление взаимоотношений. Чаще всего именно деньги. Деньги или чья-то щедрость, или благодарность чья-то в виде каких-то материальных ресурсов. Идёт избыток в деньгах, то есть именно лавина какая-то вот этой денежной энергии. Или просто крупное прибавление, которого вы, допустим, не ожидали. Исполнение мечты о деньгах каких-то, да? И вот почему вообще эта карта богоявления? Потому что у вас будет прям ощущение, что Бог явился перед вами, что появляется, так скажем, новая жизнь для вас, что появляется для вас новая звезда, новая надежда и вера в лучшее будущее и вообще что всё будет хорошо. Вот прям у вас такое благословение идёт, что вы прям ощутите, что всё будет наконец-то хорошо. Может быть, вы ощущать начнёте уже сейчас, но через 30 дней это проявится гораздо больше, чем сейчас, допустим. Я считаю, что это действительно очень крутая карта. Ну а следующая у вас карта это шестёрка воды. Это тоже очень интересная карта, глубокое погружение. мы видим, как птица погружается глубже и глубже в море, чтобы достать себе рыбы. То есть для того, чтобы что-то достать, чтобы что-то поменять, вообще карта неожиданных перемен, нужно нырнуть поглубже. вот так. И также карта показывает, что нужно иногда отпустить и плыть по течению, что тоже очень важно в жизни. То есть она говорит о том, что поток жизни невозможно изменить, вместо этого нужно нырнуть поглубже и отдаться этому потоку, раствориться в нём. И молекулы ваших ожиданий должны смешаться с водой, которая течёт вокруг вас. То есть все ваши намерения не могут начать сбываться. Получить это благословение через 30 дней жизнь должна течь через вас. То есть нужно это осознать, что вы можете расслабиться. И вы действительно начнёте расслабляться, проблемы потихоньку начнут уходить из вашей жизни. То есть вы получаете через 30 дней благословение на избавление от каких-то трудностей, от каких-то проблем и от препятствий, но также будут происходить именно неожиданные перемены, неожиданные события. И возможно опять же идёт как будто такой момент достали ресурсы с 1 морского. То есть нырнули поглубже и достали какие-то ресурсы или может быть что-то добыли. Ну вообще очень такая интересная позиция, очень красивая я бы сказала. Ну вот такая вот у нас была вторая позиция. Так и третья позиция у нас это Брэд Питт. Вот. И первая карта в каком Аркане вы находитесь сейчас это у нас тройка воздуха. Здесь птицы летят, да, и тут есть, кстати, вот еще следы птиц, как вы видите, как вы можете заметить. Очень такая тоже говорящая карта на сегодняшний день. Она показывает, может быть, вы куда-то собираетесь что-то поменять в своей жизни, переехать, поехать куда-то, да, или вообще переставить там дома всю мебель, или познакомиться вообще там с другими людьми, посменить окружение, может быть, войти в новый коллектив, то есть какая-то идет перемена в вашей жизни сегодня. Ну, и также это карта роста, она показывает, что вы вырастаете за пределы себя, то есть вы на все смотрите с совершенно новой точки зрения, и у вас есть сила подняться даже над вашими трудностями, какими бы они там не были, да, и сделать первый шаг, то есть попробовать другую жизнь, другой образ мышления, другие обстоятельства, другое окружение, другие места, то есть вы как будто смотрите на себя со стороны и понимаете, что нужно что-то менять, вот реально что-то менять, и вы начинаете перемены, то есть вы начинаете в свою жизнь внедрять, так скажем, совершенно новые события, новые места, новых людей, новые вещи, да, и это очень-очень важно, потому что это такой самый важный этап в вашей жизни, когда идут эти перемены, вообще человеку нужно двигать свою энергию, нужно что-то менять, иначе энергия застоится, и он тогда не сможет уже никогда повернуть назад, потому что из болота не выбраться, да, то есть из болота можно выбраться, но кто-то должен палку подать вот эту, да, чтобы там тянуть вас оттуда, а самому уже трудно, и поэтому прилагать, чем дальше вас засасывает, нужно прилагать как можно больше усилий, поэтому, когда вы меняете что-то, энергия движется, энергия течёт, а это её естественное состояние, да, хорошо, давайте посмотрим, какие три благословения вас ждут через 30 дней, здесь тоже потрясающее благословение, слушайте, первая карта у нас с вами это жрица, и, конечно, она говорит о том, что вас благословляют духи рода, особенно ведьмы рода, да, и какой-то главный основной женский дух, на развитие способностей, и не только способностей, а ещё и на развитие, так скажем, умения поворачивать события в свою сторону, то есть, когда ты движешься в потоке вселенной, в потоке жизни, когда ты плывёшь по течению, ты при этом можешь всё-таки начать управлять событиями, которые идут в твоей жизни, это производит сила, намерение, ты не борешься ни с чем, а просто проявляешь силу намерения, это большая разница между тем, как ты умеешь приказывать или топать ногами и ставить условия этой жизни, тогда ничего не получится, то есть, это большие две разницы, когда человек начинает говорить, я не проживу без него, топает ногами, это моя любовь, я не отпущу, а человек уже уходит, да, и жизнь не хочет вам разворачивать его назад, потому что вы топаете ногами, кричите и говорите, что вы чуть ли не убьёте себя, может быть и правда убьёте себя в связи с тем, что этот человек уходит, так нельзя, вы ставите жизнеусловие, она сразу же борется вам в ответ, то есть, это плыть против течения, что значит плыть по течению, но и заявлять намерение, объясню, это когда вы в потоке жизни, говорите, да, я отпускаю тебя, ты волен делать то, что ты хочешь, потому что ты отдельная личность, у тебя есть право на жизнь и на свои желания, и также я желаю себе счастья в личной жизни и в любви, и я расслабляюсь, отдаваясь потоку любви и знаю, что в этом мире, если мы нужны друг другу, мы будем вместе, но если нет, я ничего не смогу с этим поделать, мне не стоит бороться, да, за право быть с тобой, потому что это был бы естественный процесс, понимаете, когда люди вместе, они не борются друг за друга, это естественный процесс их пребывания вместе, если они начинают бороться, они сопротивляются течению жизни, иногда мы чувствуем естественную потребность бороться за человека, когда мы говорим что-то кому-то, но мы чувствуем в нём огонь его желания, мы чувствуем, что он хочет быть с нами рядом, и он это всё равно как-то показывает, да, и вот это две большие разницы, я хочу быть счастливым, и я отпускаю своё желание на волю Вселенной, счастливым в любви, а Вселенная устроит, как ты будешь счастливым в любви, не надо ей диктовать, как ты будешь, вот, многие люди связывают свои желания с кем-то, и вот вам нужно это различать, и вы получите благословение загадывать такие правильные желания, которые реально будут сбываться, и вы получите благословение желать того, что вы хотите действительно душой, потому что это ещё нужно научиться выяснять, что хочет своя душа для счастья, да, потому что иногда люди хотят чего-то даже для своего мучения, это ведь плохо, им нужно быть счастливыми, они делают наоборот, понимаете, Вселенная против вашего несчастья, но вы прямо упрёте в эту сторону, а зачем, и вы научитесь различать одно от другого, а это высшая мудрость, жрица поможет вам, ведьма вашего рода поможет вам, и дальше мы видим совершенно закономерную карту вашей ситуации, это восьмёрка огня, это у нас с вами рассвет, обезьяны сидят и смотрят, как всходит солнце, и эта карта показывает, пробудитесь, дальше у нас ещё и ведьма огня, видите, пробудитесь, конечно, вам даётся благословение на пробуждение и на начало рассвета вашей жизни, рассвет это новая жизнь после тьмы, да, в вашей жизни было темно, да, было очень плохо, да, много было проблем и трудностей, вы живы и всё возможно, говорит эта карта, просто пробудитесь, каждый восход солнца даёт вам возможность быть благодарным за ещё один подаренный день и за ещё одну подаренную жизнь, и у вас есть ещё шанс воплотить в жизнь мечты, над которыми вы работаете и ускорить своё исцеление и начать всё заново, и вам даётся благословение начать всё заново, каждый момент, когда вы находитесь здесь, в этом мире, в вашем теле, в природе, божественно воплощается и предлагает вам повод для радости, и вы примете приглашение пробудиться к волшебству вашей жизни, и вы начнёте всё с нуля, вам нужно поставить будильник и встать до восхода солнца через 30 дней, выйти на улицу, и когда появится солнце, нужно встать и держать солнце в своих руках, поднести его к своему сердцу, и страх уйдёт из вашего сердца раз и навсегда, то есть это вот такая практика исцеления от страха есть, нужно встать до восхода солнца и вот так сделать, и страх никогда больше не вернётся, каким бы он ни был у вас, это можно исцелить любую психотравму, любую, если вы так сделаете, и вам даётся благословение на вот это исцеление, понимаете, и вот смотрите, дальше мы видим ведьму огня, третье благословение для вас, тут такая змея очень крутая, это символ энергии кундалини, которая поднимется у вас через 30 дней по позвоночнику, конечно, эта карта показывает опять же дух ведьмы, которая блуждает вокруг вас и хочет передать вам свои способности, это ведьма родом, или несколько ведьм рода, вообще мощные духи рода, они передают вам свои таланты, свои способности, это очень важно, они передают вам послание рода, примите, прям раскройте объятия, но также огненная ведьма требует, чтобы вы выяснили, чего вы действительно хотите, и возможно это не то, о чём вы подумали сначала, то есть нужно заглянуть внутрь себя и не позволять тому, что вас пугает, блокировать вас, опять же мы видим избавление от страхов, во тьме можно найти золото, говорит эта ведьма, и это освободит ваш разум и придаст вам силы, конечно, огненная ведьма символизирует то, что вы можете реализоваться в своей жизни и даже создать что-то уникальное, что позволит вам привлечь очень большие деньги в вашу жизнь, быть богатыми, быть действительно, может быть, популярными, да, мы видим здесь очень интересный символ в виде скоробея, что и говорит о богатстве и процветании, и о том, что вы действительно найдёте в окружающем мире возможность быть богатыми, понимаете, в будущем, она даёт вам эту возможность, вы получаете благословение, через 30 дней быть богатыми, и вам нужно взять подушку, сделать подушку мечты, что это такое, нужно взять полынь, попросить полынь поработать с вами энергетически, взять небольшой хб-мешочек и завязать траву именно носовым платком, запомните, именно носовым платком, и также нужно соединиться с духами рода, попросить их о поддержке, чтобы они исполнили ваше желание или вашу мечту, потом это всё значит положить в мешочек хлопчатобумажный и положить под подушку идти спать, а проснувшись, прежде чем, допустим, встать, нужно записать всё, что помните из своих снов, это очень важный ритуал, и вот эта ведьма, она говорит о том, что нужно это сделать и избавиться от страхов и реализовать свои мечты на восходе солнца и сделать подушку мечты из полыни, обязательно сделать вот так, то есть всё проведите, как я вам сказала, и вы получите благословение за эти 30 дней, чтобы реализовать всё, что вы хотите и быть богатыми в будущем, именно богатыми, то есть вам даётся благословение, кроме исполнения мечты, любой мечты, быть именно богатыми, но не связывайте свою мечту ни с плохими действиями, ни с наказаниями кого-то, и тем более не с каким-то определённым человеком, загадывать желание, чтобы Вася Пупкин меня любил, нельзя, помните об этом, вы пытаетесь управлять чужой судьбой, это плохо, это чёрная магия, это привороты, да, поэтому попробуйте сказать так, я хочу быть счастливым, я хочу быть богатым, я хочу такую-то сумму денег, миллион евро хочу, прямо сейчас, я хочу, там, не знаю, миллион подписчиков на ютубе, и вот что угодно запишите в утверждённой форме, у меня миллион подписчиков на ютубе, запишу я себе, да, или у меня на счету в банке есть миллион евро, вот так, у меня лежит в банке на счету, на моей карточке, там, да, миллион евро, или на моём счету на банковском миллион евро лежит, или два миллиона, или пять миллионов, сколько вы хотите, пишите больше, я купил себе красивый дом, это бунгало на шесть комнат, сто восемьдесят квадратных метров, так и пишите, я купил, я уже это сделал, я владелец этого дома, и так далее, то есть, вот, любое желание, спите на этой подушке, под подушкой, вот эта полынь, и утром обязательно записывайте, что вам приснилось, обязательно, ну, вот такие у нас были сегодня три позиции, всем спасибо за внимание, жду, что вы продолжите смотреть мой канал, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь, всем пока, и до новых встреч, и до новых встреч,